приветик всем сегодня воскресенье второй день моего выходного сегодня тоже мне куча планов всяких больше таких домашних самый большой план и сегодня это пойти сделать начать делать электроапелляцию подмышек я решила при вот это я парюсь надо уже избавляется от волос на всех местах поэтому сегодня придем с вами пробовать что это такое подмышками операция потому что зона бикини оказаться ткань достаточно чувствительная терпимо это раз это самое основное событие за сегодняшний день первое что мне надо сделать это растяжку потому что вечером ничего не сделала сила монтировать танцы вчерашние и сейчас я так поспала неудобно мне опять защемило шею потом нужно вымыть волосы уже пора до вчера их лаком налакировала тянет так хорошо жат уже надо уже надо потом и чаще нам надо сделать нужно монтаж сделать хотя бы первую часть я вчера монтировала но потом посмотрела мне не понравилось плюс у меня очень хорошем качестве пишет камера и не хватает мощности у компа уже я посмотрел мне не нравятся эти кусочки потом нужно затем на почту забрать посылку нужно купить корм коту в общем много всего надо делать грей себе обе ножичку делаю свои греночки я вам показывала чайчик заварила вон там и буду кушать немножко растянулась так стало легче вчера кстати когда танцевала делала прическу не был так вот поднят вот сюда хвост и косичка заплетена мне так понравилась эта прическа я хочу на работу попробовать так заплестись конечно попало сделала просто шоу держались мне все равно сейчас эти волосы мы вот так что сейчас я поем и дальше буду делать видосик танцевание закончить надо и будем собираться чешу монтируем не нравится первый кусочек сделала довольно как слов голову не помыла плов не приготовила как хотела зато у меня получился первый кусочек пусть это какая-то аматорская съемка и монтаж вот так это все выглядит на пред продакшене могу кусочек показать все хотите маш не покажу потому что забанят за авторское право дальше то вообще бы на сегодня ложек с этого ракурса будет постоянно потому что я весь день сижу за компьютером помыла волосы думаю пока буду монтировать не как раз у меня впитает влагу тимочку покормила пришел ко мне проситься кушать сейчас отдыхает полюбизничала с ним такой довольно потом бегал уже осталось немножко времени буду собираться по чуть-чуть а уже плов думаю сделаю вот приду приду когда приду короче сегодня у меня будет еще одна встреча со знакомой которая хочет предложить не работа бизнес подработку вы называете как хотите по поводу контента делать видосики и монтаж послушая что там зайти интересно или мне там будет видно будем аж вечером встречаться с ней вот и буду готовиться морально на работу завтра пятница у меня все я собралась вот такая красоточка все надо вынести мусор и на эпиляцию девочки я с лысыми подмышками покажу вам вот столько с меня вы смыкнули будем идти еще я уже давным-давно дома я короче пришла покушала и просто меня вырубила решила отдохнуть немножко на улице что было настолько темно что даже не стала вам записывать свои впечатления после процедуры знаете это ректора пляция подмышек это от это было очень больно особенно местами в тонкой местах тонкой кожи это будет я полючие проколы но вся процедура обе подмышечки у нас получает ушло от час на все чем-то чуть больше чем час и я не знаю как я буду делать следующий процедур мне девчонка сказала что следующий раз мы с тобой сделаем анестезию потому что если очень больно лучше не мучиться но скажу так что после того как я попробовала электроэпиляции зоны бикини то после нее было тяжело настроиться на подмышки я это сделал я уже очень рада что это все на тело всем доброе утро воскресенье рабочий день его на работу несу с собой вещи которые я показывала видео что я выкидываю удачи я не выкидываю освобождашка получается все хорошее постирана и уйдет людям которым это действительно нужно так рассказываю сегодня я падаю на хвост своему знакомому и хочу пойти с ним в спортзал первый раз в жизни позаниматься в тренажерке у нас открыли новый спортзал и я очень хочу туда попасть посмотреть понравится мне или нет в планах туда ходить постоянно хотя бы раз в неделю в перерывах нужно танцевать это первое второе еще второе хотела записаться на тоже подрезать кончики волос уже подсохли на мою девчонку может меня принять только в понедельник в 10 утра до завтра у меня выходной я не могла выбрать поспать дольше или обрезать волосы угадайте что я выбрала я же же поспать дальше так что буду пока ходить такими волосами и все тоже надо обрезать иду на обед я понимаю что вечером я еще в зал и у меня такой мандраж такой страх какой-то как будто какое-то событие я так отвыкла за зиму к каким-то движухам оно должно скорее наверно оставать тепло чтобы появился релик и какое-то движение осень голодная хочется кушать думали сегодня не будет денег никаких на работе потому что воскресенье а наоборот работы нанесли нормально завтра у меня выходной один буду отдыхать потом опять три работа еще кто-то не рассказала вчера очень захотела писать свой психолог что она ушла на учебу и сказала что 2-3 месяца а и сказала если будут какие-то вопросы пиши разберемся там сделаем консультацию единичную все такое я старалась справляться одна но психолог шел очень классно она мне очень помогла в свое время и получается что я ей писала в телеграму она ну как то ли не заходила давно в общем в статусе пишет была давно я знаю что это в двух случаях если человек реально не пользуется в телеграму или если она заблокировала я написала ей в вайбер там сообщение дошло но никто его не прочитал и тут я поняла что вам пора искать нового психолога к сожалению очень жаль что-то у него там видно будет не изменилось вот так друзьяшки я уже спешу в спортзал меня конечно как всегда не видно но я пока иду хочу с вами поговорить чуть-чуть переживаю так как первый раз но я не смог иду со знакомым он там уже был я ему на хвост упала чтоб он меня отвел посмотрим понравится мне или не понравится хочу про другое поговорить пускай в таком свете типа меня не видно хочу поговорить о хейте на канале так как я стала часто выкладывать видео меня стало смотреть больше людей плюс я в последних несколько видео очень попадаю на хорошие активные хештеги и видео продвинула стопочки набрала на сейчас на данный момент 1300 или 500 просмотров и естественно на мой канал пришли какие-то фрики которые пишут всякую дичь просто такие комментарии даже если захотеть сопоставить их с контентом ну ничего не получится типа это нереально вообще я думаю наверное это хорошо поскольку хейт это признак того что ты впереди и тебя плюют в спину те которые ничего не добились вот сначала был небольшой страх того что осуждается и такое а сейчас понимаю что это успех иду практически сама по улице сегодня воскресенье все дома сидят или бухают я надеюсь в спортзале никого не будет не люблю много людей когда занимаешься потеешь в танце это совсем другое там другая атмосфера все даже друга знают вот и у меня завтра выходной но сегодня еще надо сделать кучу дел посмотрим как я справлюсь все видео демонтировать ложки тоже нам надо монтировать стационарных видео поснимать бы а то у меня одно лежит я не успеваю немножко решила сама с собой поговорить пришли в зал тут очень красиво никого нету сейчас будем заниматься так ну что я собралась вот такая сегодня тут еще есть весы сейчас мы завесимся и это вранье я не столько вешу меньше ну да ладно так вот 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 Настыка Пятна на какие-то себе компенсированы Разрешите Мой сегодняшний тренер указывает, как надо делать. Девочки, мальчики, я делюсь впечатлениями после спортзала. Как видите, вовне мне понравилось. Конечно, это было без тренера. Я ходила со знакомым, который уже больше был с тренером. И он мне там трошечки показал все упражнения. Потому что мы с ним практически одного роста. И телосложения у нас похожи. Поэтому мне упражнения подошли. Я, в принципе, тоже самое делала дома. Но дома реально не та атмосфера. Я себя жалею. И мы с ним соревновались в планке. И я победила. Я простояла аж минуту с чем-то. Для меня, для дрыщика это вообще классно. В общем, это однозначно мое. Надо свою жизнь как-то перевернуть под это. Начать заниматься с тренером. И это классно. Я довольна. Пришла домой. Сейчас пересмотрю тусики все с собой, как я занималась. И буду спать завтра в выходной. Так что я довольна как слон. Потому что это минус один мой страх, который я поборола. Потому что я боялась, стеснялась тепла. Вот. Все. Спасибо, что были со мной. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok